здравствуйте друзья по моему необычному виду вы можете догадаться что что-то климатическое происходит у нас дождь идет второй день я сейчас камеру разверну на дорогу а я так плащик накинул вот кепочку взял и поеду сейчас в магазин ну давайте так потихонечку начну выезжать да дождь это хорошо поеду я в магазин за вкусненьким наш света у меня простыла кашляет там носом шмыгает в общем оставляем ее дома и едем за вкусненьким сейчас мы тут на светофоре поменяем направление камеры вот смотрите что происходит вот вкусненькая вещь сами понимаете сложная меняется со временем зависит от страны из которой мы приехали где выросли от возраста от диеты захотелось свете гренки и все у нас есть дома для гренок кроме молока как то вот так мы молоко то сами не употребляем вот ну а я сейчас поеду куплю молока мы сделаем греночки у нас тут рядом есть магазин он такой ну как бы русским назвать его сложно поскольку держит все это мексиканцы но клиентуры русской много соответственно там много такого товара который наш брат употребляет и магазин как бы с одной стороны он фруктово-овощной я на самом деле там даже снимал несколько раз фруктово-овощной с другой стороны там и конфеты и сыры и какие-нибудь шпроты вот такой неожиданный для мексиканского магазина товар и соответственно там все очень свежие и мысль такая есть что может быть кроме молока учете еще полакомиться в рамках диеты конечно нашей которая с одной стороны тут скрипит новые дворники поставил они подчеты поскрипывают пока так вот диеты которые с одной стороны строгая с другой стороны довольно разнообразная при этом то есть можно можно много всякого так что сейчас будем разбираться вот а я вам просто показываю как выглядит кремниевая долина под дождем под дождем друзья воскресный день я додумал может там на open house какой но в одиночку я не пойду тем более света обычно когда высказывается этот добавляет ну как сказать добавляет да такой флейвар перчик такой добавляет нашему панкауза да я немножко устал от выборных дел как-то я втянулся что для меня в принципе не свойственно я как-то не не только там как-то сильно за все эти дела переживают но тут для вас я там эти репортажи делал мне как там как-то вот хотелось показать систему как она работает поэтому с одной стороны я могу сказать что на на выборы и на все вот эти вот дела такая неопределенность сейчас такой трафик сейчас вот все что угодно касающиеся там эмиграции что будет с эмиграцией отменит ли green card лотерею как в отношении с российской федерации а что там еще будет и и тут очень легко как бы спекулировать потому что как бы ну чего не скажи все все базар потому что никто ничего толком не знает посмотрим и все хотят знать а вдруг сейчас вдруг сейчас что-то такое там проявится вот вы видите мы прямо от дому едем тут у нас магазинчик он такой ближайший очень очень популярные среди нашего нашего брата соотечественника вот это должен быть так через несколько секунд по правую руку мы едем по улице холмстед это такая здесь местная хорошая большая улица вот я подумал ну что-то я перебрал с выборами мы будем наш бронепоезд будет стоять на мирном пути мы его возвращаем на мирное гражданское русло и будем вам показывать эмигрантов студенток симпатичных гостей занятных там русские бизнесы мы немножко возвращаемся к нашему такому традиционному ключу а точная перебрал видите окман сквер окман сквер тут на нем много всякой всячины и мы сейчас вот с той стороны подъедем заедем и можно сказать у нас сюжет такой за молоком и вот отсюда мы сейчас как зарулим и вот он открывается магазин друзья нашего взору вот он те кто нас смотрит регулярно и фанатично скажут видео ли мы этот магазин и это правда и это правда мы здесь снимали может быть даже там не один раз все пошли внутрь а а а а